здравствуйте с вами марина ркалина а значит вас ждет порция практических дачных советов присоединяйтесь практически все культуры уже высажены на грядке а это значит что теперь мы занимаемся только уходом ну и конечно же строительством как без этого продолжаю вам показывать как идет строительство нашего павильона теплицы и на данный момент мы занимаемся уже остеклением и буквально на днях у нас уже начнется внутренняя отделка и до грядок внутри не будет все пространство на почве заложено плиткой там будут стоять растения в кашпо но уже сейчас я начинаю оформлять кашпо я вам часто говорю если вы не знаете какой выбрать кашпо на свой участок останавливайтесь на самых простых вариантах в кашпо насыпаю хороший слой дренажа насыпаю слой грунта грунт органический без минеральных удобрений на основе торфа с добавлением биогумуса слой небольшой а далее грунт мне нужен супер питательный так как там будет слой корня обитаемый и очень классный вариант именно когда жара на улице использовать для питания ионидный субстрат данный ионидный субстрат имеет темный оттенок это потому что в его составе есть смесь углеродных материалов они способствуют профилактике грибковых заболеваний а еще именно этот ионидный субстрат содержит питание на один сезон очень удобно кашпо очень сильно перегревается хорошо что она белого цвета и это уже большой плюс но именно из ионидного субстрата растения могут добывать питание даже если грунт будет перегретой за счет того что растениям постоянно доступно питание они вырастают с хорошим иммунитетом и с мощной корневой системой а расти в этом кашпо будет вот этот томат он условно ампельный то есть он дает огромное количество побегов которые снизу падает ну если его посадить в обычных условиях то побеги будут просто лежать на земле было непросто но я справилась осталось замульчировать и полить конечно удобно закладывать питание когда мы сажаем растение в кашпо либо на грядке но что делать если вы этого не сделали возьмите какой-нибудь острый предмет в зоне корней сделайте несколько отверстий и засыпьте туда ионидный субстрат вот именно этот ионидный субстрат темного цвета для овощей создан именно для подкормки красивыми в кашпо могут быть не только однолетники но и как видите овощи а урожай большой и самый настоящий сорт этого помидора называется маленькое чудо давайте поговорим про качество подвесных кашпо за мной лобилии как раз высажены именно в такие кашпо на вид когда я их покупала они мне казались прочными но посмотрите какая деформация произошла конечно лобилии отрастут и все эти неровности закроют с вами побегами но тем не менее я понимаю что деньги были потрачены зря хотя конечно это кашпо в общем-то эконом варианта не самое дорогое это кашпо не эконом вариант она двойное из очень плотного пластика причем здесь есть возможность закрыть дренажные отверстия с внутренней и с внешней стороны и использовать в помещении сегодня на рынке я купила вот такую чудесную питанию она вегетативная то есть размножить можно только черенками мне кажется на идеально будет смотреться в этом кашпо и я не сказала что объем этого кашпо 6 литров еще один способ обеспечить растение пролонгированным питанием и хотя бы какое-то время не думать о подкормках это комплексные витамины для растений там есть азот фосфор калий там большое количество микроэлементов хилатной форме и 40 аминокислот на это кашпо добавляем буквально одну небольшую горсть также есть паста с таким же составом, но здесь еще янтарная кислота и хлорелла. И вот этим удобрением с витаминами можно полить сразу после пересадки. Не обжигает корешки, натуральное, не минеральное. Лето короткое, а жизнь скоротечна, поэтому старайтесь окружать себя красивыми предметами. Моя задача на этой неделе первоочередная – замульчировать грядки, создать в них идеальные условия для растений и для почвенной микрофлоры. Растения можно накормить минеральным удобрением, получить классный быстрый результат. Но в этом случае мы действительно кормим растения, и в нем может накапливаться некоторое количество вредных веществ, потому что они есть в минеральных удобрениях. Но когда мы используем органические удобрения, то мы в первую очередь заботимся о почве, о ее жителях. Они впоследствии уже кормят растения. Вот так заложено природой. И никак иначе быть не должно, если вы, конечно, действительно заботитесь о здоровье своей почвы и о своем. Способ, который я покажу, подходит практически для всех культур. Но почему-то, когда я ухаживаю с кабачками, много возмущения. Ведь они и так вырастут. Это какая-то сорная культура. Но повторюсь еще раз. За кабачками я тоже хорошо ухаживаю. Я уделю максимальной сейчас времени, но немного. И впоследствии действительно ничего делать не придется. Удобрение для огурцов полностью органическое. Разбрасываю по всей поверхности грядки в небольшом количестве. Далее в качестве мульчи я возьму конскую подстилку. Эта еда сейчас, в общем-то, не для кабачков, а для бактерий. Вот там, где будет это питание, они будут развиваться в геометрической прогрессии. Но есть условия. А условие простое. Бактериям нужно не только питание, но еще и влага. Поэтому кладем еще один слой мульчи. Это может быть сено, либо солома. Бактерии, они настоящие гурманы. Они так любят сладенькое. У меня патока с сахарной свеклой. В ее присутствии они размножаются моментально. Буквально по одной столовой ложке на 10-литровое ведро. Чтобы мои кабачки очень быстро набрали массу, я еще им под корешок дам эликсир. Он сделан из рыбы, то есть там много белка. Далее перехожу работать на соседнюю грядку. Здесь растут баклажаны. Высаживала под нетканный материал. Многие дачники спрашивают, желтеют нижние листочки. Что делать? Ничего. Это процесс адаптации. И нижние листочки практически нам уже не нужны. Они все равно пожелтеют. У нас умрут, отвалятся. Самое главное, что у нас с вами, посмотрите, насыщенного цвета зеленого макушки. Но куда еще более важно сделать так, чтобы корневая система была мощной. И помогает здесь микориза. Чтобы увидеть действительно потрясающий эффект от применения микориза, продукт должен быть качественный. Что это означает? Ученые в лаборатории долго наблюдали, что помогает работать в почве микоризы. Она, конечно же, там не одна работает. И поэтому в продукте качественном, помимо самой микоризы, есть большое количество вспомогательных грибов и бактерий. В составе вы увидите даже знакомые вам бактерии. Азотфиксирующие, фосфатмобилизирующие. Вы увидите там даже триходерму. И да, все это вместе может жить и работать. Вносим мы микоризу для чего? Первое, чтобы увеличить корневую систему. Второе, большая корневая система обеспечит хорошее всасывание питательных веществ. Ну и третье, микориза способна защищать от патогенной микрофлоры. И здесь речь идет о серьезном заболевании. Это увядание. Если оно у вас есть, без микоризы не обойдетесь. Одна чайная ложка на 10 литров воды. Причем вот этими десятью литрами можно обработать 10 грядок. Растение накануне внесения микоризы желательно полить. Я это сделала вчера. Сегодня прорыхлила. И в зоне корешков делаю несколько отверстий. И уже в эти отверстия мы заливаем совсем небольшое количество этого рабочего раствора. То есть не нужно его тратить и проливать хорошо все растения, как при обычном поливе. В этом нет никакой необходимости. Из-за капризов природы, а иногда и по нашей с вами вине в плодово-ягодных насаждениях накапливается много болезней. А ослабленные растения становятся легкой добычей для вредителей. Плюс ко всему вредители сами начинают в итоге растаскивать, распространять болезни по всему саду. А еще на некоторых дачных массивах, например, у нас есть бактериальный ожог на груши и манилиоз на косточковых культурах. Добавляем сюда вездесущую плодожорку. И каждый год, особенно если жарко, орудует паутинный клещ. На смородине галовая тлястья клянется. Ну а как же клубника и малина без долгоносика? Сегодня мы с вами составим вместе коктейль, который одной обработкой позволит решить все проблемы, которые я перечислила и многие другие. А еще очень важно, что все эти средства биологические, они будут безопасны для вас, окружающей среды, в том числе для пчел. И пчелам даже будет профилактика от болезней. Все средства вам знакомы. И самое главное, что их можно смешать в одном коктейле. От комплекса вредителей берем препарат на основе Аверсектина-С. Этот препарат для профилактики от вредителей мы не используем, потому что он кишечно-контактного действия. То есть нужно, чтобы он попал на вредителя. Также желательно сделать несколько обработок. А вот интервал между обработками зависит от температуры. Чем жарче, тем интервал короче. Далее берем пузыречек с красной этикеткой в составе фитобактериомицин. Это бактерицид. Это профилактика именно от бактериальных заболеваний. Также дополнительно, пусть и не очень выражено, но этот препарат служит профилактикой от грибных заболеваний. Далее у нас грибные и вирусные заболевания. А это уже препарат на основе водорастворимого йода. И когда вы используете фармацевтический йод по листу, очень важно следить за дозировкой, потому что обрабатываем вы почву с сильной концентрацией, а по листикам работы минимальной. Как обычно, обработки проводим, когда нет палящих лучей солнца в сухую, безветренную, теплую погоду. Чем подкормить огурцы? А делать это нужно еженедельно, потому что огурцы крайне прожорливы. Можно использовать любую органику, делать настой из биогумуса. Если у вас нет времени на то, чтобы готовить самостоятельно компост или средств не хватает, чтобы покупать биогумус, он не дешевый, то идеальный вариант это купить компост на основе индюшинного помета. По сути, этот компост может заменить минеральные удобрения. А самое главное, что именно в компосте на основе индюшинного помета большое количество фосфора. А фосфор это большая корневая система. Этот компост будем добавлять в лунки, когда будем высаживать новую рассаду огурчиков. И этим же компостом можно периодически подкармливать огурцы, которые уже растут. Корни у взрослых растений достаточно далеко ушли, поэтому кладем удобрения компост не около стволика, а чуть дальше. В идеале нужно взять 2 литра компоста и внести на 1 квадратный метр. Прорыхлите, полите. Посадила осенью гортензию самарская лидия. Никак не могла ранее найти для нее место. Вроде бы отрастает. Хочу обеспечить гортензию бесперебойным питанием на 100 дней. А себя избавить от еженедельных регулярных подкормок. Я буду использовать минеральное удобрение, но сделанное по современной умной технологии. Чем мне не угодили обычные водорастворимые минеральные удобрения. Дело в том, что когда мы их льем, то растение усваивает совсем небольшую часть, а вот все остальное уходит в нижние слои почвы и закисляет их. Тем самым губится полезная микрофлора. В данном случае мы видим, что в баночке гранулы двух цветов. Из одной гранулы растение будет получать питание быстрое, то есть после внесения. А из другой гранулы питание будет высвобождаться медленно в дальнейшие 100 дней. Далее будем разбираться с применением микробиологических препаратов. Там тоже у вас много вопросов. А говорить мы сегодня будем про микробиологические удобрения, биофунгициды, в составе которых бациллосубтилис. Когда мы слышим бациллосубтилис, понимаем, что нам знакома эта бактерия, понимаем, что это профилактика грибных и бактериальных заболеваний. Но что нужно еще знать? Все-таки хранить такие препараты лучше в прохладном месте. Перед применением бутылочки нужно встряхивать. И самое главное, применять их нужно регулярно, то есть это раз в неделю или хотя бы два раза в месяц. Можно смачивать и почву, и растения. Делать это лучше вечером. И также вы должны знать, что все штаммы бациллосубтилис очень разные по своему действию. И у каждого препарата, у каждого штамма есть титр. Он указан на бутылочке. Чем титр выше, тем эффективнее препарат будет бороться с болезнями. У меня в руках бутылочка бациллосубтилис штамм 3H. Здесь есть очень много дополнительных компонентов. Витамины, органические кислоты, аминокислоты, макро- и микроэлементы, ферменты, антимикробные вещества и все это натурального происхождения. Применяйте каждую неделю и, безусловно, некая легкая профилактика от болезней у вас будет. Но если вдруг случилось что-то серьезное, есть уже специальный препарат. Он усиленный. Здесь тоже бациллосубтилис. Штамм 26D и очень высокий титр. И вот здесь уже не профилактика. Данное биологическое средство поможет, если растение даже уже заболело, если уже у него снижен совсем иммунитет. Этот препарат может не работать, к примеру, если вы провели всего лишь одну обработку. Нужно сделать обработку несколько раз с интервалом в 2-3 дня. Сегодня будем делать окрошку, витамины есть, а что еще нужно? И очень здорово, что начали поспевать первые помидорки. Теперь мы будем с салатом. После того, как мы с вами собираем урожай, надо взять за правило благодарить растения и обработать их микробиологическим препаратом с питанием. И, конечно, для этих целей удобнее всего использовать аккумуляторный опрыскиватель. И рада представить вам лимитированную коллекцию. Это привычный нам двухлитровый опрыскиватель, но в фирменном фиолетовом цвете. У данной модели улучшенная ручка с удобной эргономикой под большой палец. То есть теперь этот опрыскиватель включать еще удобнее. И мы видим индикатор, который мигает при зарядке. В среднем, чтобы полностью зарядить данную модель, потребуется примерно два часа. После этого он может бесперебойно работать полтора часа. В комплекте есть кабель, а вот адаптер с USB разъемом вам придется купить дополнительно. Но, скорее всего, подойдет адаптер от вашего телефона. Здравствуйте, дорогие дачники! Рассада уже высажена, плоды наливаются, ягоды спеют. Это значит, что наступило время интенсивных подкормок. Чеснок уже выпустил стрелки. Если хотите, чтобы головка была большая, то нужно стрелку оборвать и дать быструю органическую подкормку. Чтобы подкормка досталась быстро, мы делаем настой из сухого органического комплексного удобрения. Берем стакан сухой подкормки на ведро воды и настаиваем сутки. Чтобы подкормка была эффективнее, сначала даем рабочий раствор под корень, а потом поливаем обычной водой. И при таком способе удобрение быстрее поступит к корням. Начала посыпать клубника, наливается смородина и другие ягодные культуры. Подкормку даем по такому же принципу и расскажу, зачем мы это делаем. Во время налива тратится большое количество питательных веществ. Если дать подкормку, то ягоды будут с большим количеством витаминов и слаще. Огурцы крайне прожорливые. Если вы хотите получить хороший рожай, дайте обязательную подкормку. И тем более нужно дать питание, если плоды огурцов скручиваются. Похоже на крючок, это означает недостаток питания. Декоративным цветочным культурам тоже даем порцию питания, чтобы развивалась корневая система и образовывались новые бутоны. Можно дать подкормку как в жидком, так и в сухом виде. Но и всем растениям в вашем саду не помешает порция универсального удобрения. Тем самым мы не только кормим растения, но и поддерживаем плодородие почвы на хорошем уровне. И помните, что именно сейчас также закладываются урожаи будущего года. Поэтому подкормка сыграет существенную роль. Напоминаю вам, что сейчас самое время сделать посев огурцов для второго оборота. Мы их можем смело сеять до 1 июля, но посев 1 июля уже лучше выращивать в теплице. Всхожесть 100% на четвертый день. Конечно же, сейчас можно сеять огурцы в открытый грунт, но дело в том, что место, где они будут высажены, пока у меня занято другими культурами, так как участок маленький. А еще при посеве в стаканчике мы оберегаем свои всходы от всевозможных вредителей. Конечно же, выбирайте качественные проверенные гибриды и лучше суперранние, портенокорпические гибриды. С них можно получить урожай уже на 40-й день. Гладкие огурцы хороши для салатов, они самые нежные. Солтис, очень длинный огурчик, Кон Амор. Ну а Маринин это относительная новинка и в узле можно получить несколько огурчиков. Это редкость для крупного и гладкого гибрида. Я сейчас насела в большом количестве Full House, очень темный огурец. Молоденькие плоды, узкие, но при этом длинненькие. Удобно консервироваться в небольших баночках. Ну и классика жанра. Гоша, Шоша, Платоша и Мироша. Вот такие огурчики с шипами. Ну и конечно же, все эти гибриды пригодятся для выращивания на подоконнике в зимнем орудии. Проблема, с которой я сталкиваюсь каждый год и только в теплице, это вершинная гниль. Растению либо не хватает кальция, но вот в моем случае, что бывает чаще всего, кальций просто не может быть усвоен из-за высоких температур. А шпарило у нас прилично, а на следующей неделе будет еще жарче. Теплицу притеняем сеткой, обязательно почву мульчируем, не даем почве пересыхать. Она должна быть всегда умеренно влажной. Хорошо проветриваем и придется дать кальций дополнительно. Каждый год я себе говорю, что не надо сажать гибриды вытянутой формы и очень крупные в теплице. Вот именно они чаще всего поражаются вершинной гнилью. Вот сегодня софу снимали гибрид и идеально растет при высоких температурах. Это не заразно, на другие растения не переходит. Иногда можно ничего не делать, просто дождаться, когда упадет температура и ваши томаты будут прекрасно завязываться. И такие плоды, я вам больше скажу, снимать с растения даже не рекомендуется. Берем удобрение с повышенным содержанием кальция, также здесь есть азот. А еще магний, молибден, цинк, медь и бор. Не нужно давать кальций отдельно, его нужно давать в комплексе. Поэтому для вас все придумали, упаковали. Нам остается взять лишь 3 миллилитра на 1 литр воды. Если для профилактики, то можно взять 1 миллилитр на 1 литр воды и опрыскиваем. В этом сезоне у меня живая изгородь из черри в открытом грунте. Здесь при тенении томаты чувствуют себя неплохо. Чтобы завязи и дальше было большое количество, даю удобрение с повышенным содержанием бора, а бор нужно давать вместе с азотом. Здесь азот и бор. Также все за нас уже придумали. 5 миллилитров на 1 литр воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова